И мы идем дальше. Это, можно сказать, продолжение прошлой темы, хотя я не хотел. Но Бог ведет в это, потому что те основы, которые у нас есть, во-первых, Его присутствие, во-первых, Он должен присутствовать, а во-вторых, проявление. И как Он проявится, это мы уже не знаем. С каким подарком Он приходит к тебе, ты не знаешь. Ты лишь можешь впоследствии распаковать кому-то засвидетельствовать. Бог пришел в общение со мной, и я получил исцеление. Бог пришел в общение со мной, и я получил назидание, утверждение, укрепление. И я уже вышел из этой тайной комнаты другим, потому что Он Бог, и Он меняет. Знаете, при встрече двух, сильный и слабый, побеждает сильнейший. Побеждает сильный, потому что слабый преображается в образ сильного. И Бог сильный. Бог сильный. Он творящий чудеса, Он творящий невозможное. Он тот, кто все совершил, и Он ждет, что ты поймешь эти самые основные принципы. Итак, мы идем дальше. Как Бог проявляется? Как Бог хочет проявиться через нас, через нашу жизнь? Что Ему нужно от нас? Ведь мы, как люди, ограничены своим умом, пониманием. Мы можем выучить стихи на память, можем выучить какие-то молитвы, можем выучить даже какие-то принципы. Но этого мало. Дорогой, этого мало. Смотри, ты приходишь куда-то в церковь, тебя учат принципам. Правильно? Тебя учат заплатить десятину, чтобы вор не приходил, не пожирал. О, хорошо, и ты начинаешь платить десятину. Тебе говорят, то, что ты посеешь, то, что ты пожмешь. Вау, и ты пробуешь. И Бог говорит, да, испытывайте меня. И ты испытываешь. И ты такой, раз, испытал, работает. И знаете, что мы делаем? Мы начинаем этими принципами жить. И это правильно. Скажите, все книги об этом говорят. Все книги, которые подводят к чему-то, к какому-то успеху, там, духовному, душевному, в бизнесе, там, в семье и так далее, все говорят о принципах. Абсолютно все. Вот если ты читаешь книги, которые тебя реально назидали, они показывали принципы. И это в какой-то степени правильно. Но это не основное. Смотри, будь внимателен. Это не основное. Потому что, прочитав, открыв книжку и прочитав, пусть даже Библию, смотрите, пусть даже Библию, ты открываешь Библию, и ты читаешь ее, и ты находишь определенные духовные принципы. И ты этими принципами пытаешься жить. И, естественно, в твоей жизни что-то происходит, как следствие послушания этим духовным принципам. Аминь? Это реальные вещи. Но я сегодня говорю к тем, кто хочет глубины, кто хочет глубже понять. Потому что этими принципами ты не можешь всю жизнь жить. Вернее, ты можешь, но это еще не все. Самое основное – это не принципы, а самое основное – это Бог и общение с Ним. Смотри, Иаков, он был рожден в верующей семье. Скажи, аминь. Иакова учил отец с детства, рожденный в верующей семье, знающий Бога, про Бога, все принципы там какие-то, он молился, и это было, ну, реально работало. Ему нужен ответ, он к Богу бежит, Бог, что делать? Вот у него много пасется стада, а у меня мало что делать, и Бог дает откровение. И он этому духовному принципу подчиняется, подчиняет этих овец, и они смотрят, и они рожают подобное. Подобное рождает подобное. Все очень интересно, все очень правильно, и как бы с этим можно было дальше жить. Хочешь успеха, положи перед собой принтер цветной, а лучше 3D, да. Повесь на стену, и вот тебе один из принципов, которым там пытаются некоторые визуализировать и воплотить что-то в свою жизнь. Как бы вроде бы и работает, но это еще не все. Это не то, что Бог хочет. Знаете, Иакову Бог показал лестницу в небо, он видел открытое небо, и ангелов восходящих, сходящих, и никто из нас, из верующих, этих ангелов даже и не видел. Но Богу нужно было показать что-то большее. Тогда, когда Иаков остался один, Богу нужно было лицом к лицу столкнуться с ним и что-то ему показать, что есть больше, чем все эти духовные принципы. Потому что духовными принципами ты вроде как бы поправишь свое состояние, скажем там, и духовное, и душевное, и физическое, но ты не будешь в полноте, потому что Бог является полнотой. И знаете, почему мы часто привязываемся к принципу? Каким-то духовным принципам и попадаемся в эти духовные, скажем, ловушки и капканы, потому что они ограничены. Потому что однажды Бог тебе сказал, как бы подумай об этом, молись об этом. Знаете, как Аврааму, показал звезды и показал песок, и Авраам, он поверил в это все. А потом, если вдруг Авраам через 10 лет захочет, говорит, о, я хочу себе парк машин, хороших, крутых. И он такой начинает визуализировать классные машины. Каждая песчинка, это классная, крутая машина. И начинает, ух, качать свою веру, качать, качать и сдуваться. Знаете почему? Потому что не Бог это дал, а принципы же должны работать. И мы попадаем в капканы этих принципов, потому что не принципы первое. Первое это Бог и Его Слово. Говорит ли тебе Бог, и стоишь ли ты на этом слове, или ты стоишь на каких-то других, чужих принципах, кому Бог что-то сказал, у него получается. А какой ты молитвой молился? А напиши-ка лучше книгу, как мы должны молиться. Знаете, эти все вещи, они нас отдаляют от Бога. Потому что ты начинаешь создавать уже свои принципы, свои традиции. А знаете, почему мы так любим традиции? Да потому что мы все из язычников грешники. Не в обиду всем сказано, но мы из язычников грешники. И мы привыкли. Что-то там сказал, постучи по дереву. А где дерево? Дерева нет, по башке начинаешь стучать. Мы привыкли, там кошка черная пробежала. Мы привыкли, там через пороги не здороваться. То есть куча разных моментов, которые навязали нам, какие-то бабушки, дедушки, пра-пра-пра-ящуры. То есть какие-то вот принципы языческого духовного мира. И мы были, знаете, Павел писал, некогда мы жили по принципам, по законам духа, господствующего воздуха. Это было. Но он просто выявил вот это, то почему мы привязываемся к определенным духовным законам. Пусть то мирским, либо христианским. Неважно. Смотри, я хочу, чтобы ты сегодня объективно посмотрел, заглянул внутрь своей жизни и заметил эти капканы, эти ловушки, принципов, которые тебя, эти же принципы, и поймали. Только Бог должен тебя поймать. Только Бог должен тебя увлечь. Все остальное, сейчас работает, завтра может не работать. Ты понимаешь, что ученики за Иисусом ходили чуть ли не с конспектом. К одному слепому подошел и сцелил, в глаза плюнул, другому на землю плюнул, третьему руки там возложил, четвертому, ну не знаю, куча разных методов. Они ходят за ним, так, первый пункт, сделать так, а потом второй пункт смотрят, он по-другому, и у них уже листик не вмещает принципов. А знаете почему? Потому что Иисус, Он не жил этими принципами. Может, это с твоим благословием не сходится, это твои проблемы. Потому что очень много не сходилось с благословием фарисеев, когда они говорят, как это, они жрут твои ученики в субботу. Они руки не моют в субботу. Иисус говорит, я господин субботы, разворачивается и идет в свободе. У всех суббота, а у меня рыбный четверг. Опять совковая, в четверг рыба столовых. У всех суббота, а у Иисуса четверг. Знаете почему? Потому что Он выше этого всего. Он говорит, я сотворил субботу, поэтому не я работаю на субботу, суббота работает на меня. Вообще у меня каждый день суббота. И вообще я вошел в покой Его. И вообще у меня каждый день воскресенье. Я каждый день воскресший в нем. Дни люди сотворили. Знаете, как бы, ну Бог сотворил, да? Но дни, люди подчинились под эти дни. И они живут. Скорее бы дожить до пятницы. Эти картинки в соцсетях, они просто пестрят. Это, знаете, это крик души. Пятница. Знаете, и понедельник опять. Знаете, это просто то, в чем мы живем. Это то, что нами, знаете, как владеет. Поэтому, переходя из измерения видимого, я вас сегодня переключаю в измерение невидимое. И нельзя подключаться под эти принципы, потому что и не принципы определяют Бога, а Бог определяет принципы. Все духовные законы Он определил. И знаете, что самое интересное? Все, что нужно, Он делает так, как Ему угодно. Помните ключевой стих прошлой темы? Я познал, что велик Господь. Да? Познать, что велик Господь, это очень важно. Псалмах написано, Вов? Можешь вывести. Я познал, что велик Господь. Познание. Познание. Не познание принципов. Смотрите. Не познание, кто сеет скупо, тот скупо жнет. Не познание, принесите все десятины. Не познание. Ну, а ну, скажите. Суббота, день Господний. Дальше. Поступайте так, как с вами хотите, чтобы поступали. Что посеешь, что и пожнешь. Это те принципы, которые нам облегчают жизнь. Понимаете? Они вроде бы нам облегчают жизнь, но не они основное. Основное познать Бога. Познание Бога это основа всего. Основа всего. Это фундамент. Познать, принять. Суть говорит, я пришел своим, свои меня не приняли. Знаете почему? Потому что они не познали. Если бы они познали Бога, они бы не распяли. То есть, если бы они познали истину, они бы его по-другому приняли. То есть, есть моменты познания, а это глубина. Это глубина. Только Бог должен нас вывести на этот уровень. Только от Него это приходит. Все другие законы, они подчиняются Ему. И тогда Он творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. это то, что Он хочет. Многие что-то хотят. Мы что-то хотим. Мы каждый день что-то хотим. Есть у нас свои нужды. Есть у нас свои требования. Есть свои понимания. Есть своя жизнь, в конце концов. Кто же обратит на нее внимание, если не Бог? Но Он творит все, что хочет. Ты спрашиваешь, сколько можно терпеть, сколько можно? Он творит все, что хочет. Сколько можно ждать, никто меня не видит, никто меня не любит. Он есть Бог. Если ты подчиняешься Богу, если ты смиряешься Богу и противостоишь дьяволу, все в твоей жизни в порядке. Если у тебя есть баланс, все в твоей жизни в порядке. Значит, Он знает времена и сроки. Но многие из нас в ловушке принципов. Многие из нас живут по принципами. И тогда, когда они не знают, что Бог хочет, они пытаются Богом манипулировать. Поэтому и принципы ты хочешь выучить и книжки прочитать и запомнить эти пункты к успеху для того, чтобы Богом манипулировать. Но Он Бог. Он творит все, что Он хочет на небе и на земле. И многие сегодня в ловушке веры. Верой горы двигать, верой больных исцелять. это ловушка. Мы не понимаем, как Бог работает. Мы не понимаем, как Бог действует. Это не мы исцеляем. Это не мы. Многие книги о вере, говорят о вере, как в то, что ты поверишь и ты получишь. Ты поверишь и ты что-то, чего-то добьешься. Это не та вера. Это человеческая вера. Я тебе сегодня покажу это в Библии. Есть, оказывается, вера, которую дает Бог. А есть вера человеческая. И она ничего общего с Богом не имеет. Вот почему многие потерпели кораблекрушение в вере. Потому что они верили, что это будет. Они настаивали, они прокачивали свою веру. Но плоть нельзя прокачать, чтобы она заставила Бога сделать то, что Он хочет, потому что Он Бог. Это капкан для некоторых вера. Вера бывает разная. Та вера, которую Бог дает, она творит чудеса. Она переворачивает горы. Она исцеляет больных и очищает прокаженных и изгоняет бесов. Но если ты пытаешься своими силами поверить, чтобы что-то случилось, даже то, что в Библии написано, ты потерпишь урон, потому что ты строишь на зыбком фундаменте. На песке твоя вера строится. Это очень серьезная вещь. Очень многие верующие, судя по тому, сколько я вот слышу про поведей, про веру, очень многие строят свою веру на своем основании. Ведь так же написано, я пойду и буду делать. Ведь Бог же говорит, я пойду и буду делать. Если Бог это говорит, самое первое это то, что Он это делает. Вопрос через кого? Итак, как Бог движется? Конечно, через людей. Конечно, через наши руки. Но пойми правильно, точно так же, как без Бога, ты своими руками рождаешь идолов. Точно так же, с Богом через твои руки что-то начинает происходить. Читаем Деяния. Деяния 5.12. Руками же апостолов. Скажи, руками апостолов. Совершались в народе многие знамения и чудеса. и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Деяние 14.3. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей, творил руками их. Скажи, руками их. Знамения и чудеса. Деяния 19.11. Бог же творил немало чудес руками Павла. Аминь. Ты пойми, точно так же, как руками можно сотворить идола без Бога, точно так же с Богом через твои руки Бог что-то творит. И это видимо. И это мы говорили о том, что это проявление Бога. Сегодня, здесь и сейчас я учу о том, как распознать, что это Бог движется и как позволить Ему двигаться через тебя. Потому что очень многие пытаются принципами двигаться. Знаете, я хорошо в электронике разбирался. И для меня очень интересно было ковыряться в платах, искать, где эта проблема, где там оборвана деталь, дорожка. Я спаивал, я добивался того, чтобы цепь работала, и там приемник или телевизор светился, работал. Знаете, и когда я читал о генералах Божьей веры прошлого столетия, и был один из них Джон Лейк, и когда Бог через него за пять лет сто тысяч больных исцелил, сто тысяч официально подтвержденных, не считая всех, кого они вообще просто отпускали без справок. Читая его труды, я замечаю, как он описывает этот принцип. Электрической цепи. Неужели непонятно? Бог это генератор, который вырабатывает силу, у него сила. Да и аминь. Все понятно? Все понятно, как бывшему там электрику, электронщику, все понятно. Мы этот канал, мы эти провода, через которые Бог, знаете, два провода. Вас заложите руки на больных, знаете, два провода. Да, и ты замыкаешь, и тот человек, за кого ты молишься, он как потребитель, в буквальном переносном смысле слова, потребляет эту силу Божью, принимает исцеление, ну и загорается, то есть исцеляется. Всем понятна электрическая схема? Всем понятно? А почему не работает? Не-не-не, я думаю, только я, наверное, задавал этот вопрос. Почему за одних помолился исцелились, а почему за других помолился не исцелились? И я долго думал, почему, потому что я перечитывал эти принципы, я огладал эти книги, я делал все, как бывший электронщик, я уже просматривал все контакты, я уже перепаивал все, но почему не сработало? И я ходил в таком состоянии, как ну что-то же не работает, наверное, Бог не работает, потом не, Бог не может не работать, Он же Бог, это у людей проблема, это лампочка перегоревшая, все, ее на замену, все, ну никто тебе больше не поможет, знаете, и когда самое последнее, это пришло ко мне, это откровение, что очень много зависит от нас, от того проводника, который контакт имеет с Богом, и контакт имеет с этим миром, и вот здесь большой провал, это не то, что проводник, это такой диэлектрик, который Бог там силище дает, и тут человек вроде и способен принять, но я вам серьезно говорю, иногда такие глаза смотрят на тебя, что хочется просто, ну не знаю, кредит взять, оплатить операцию, просто, ну вот, ну ты не можешь ничем помочь, потому кредиты не дают, то есть, ну вот, настолько хочется, а почему-то не работает, и здесь Бог начал показывать, оказывается, очень большая проблема заключается в этом проводнике, в этом сосуде, потому что этот сосуд сам по себе не может ничего, поэтому Иисус говорит, ребята, получается, аааа, получается, без меня не можете ничего, разворачивается и уходит, и то, что они на эйфории получаются, знаете, потом вдруг какие-то провалы получаются, то есть, есть моменты, которые мы должны уловить, Бог превыше всех, Бог превыше всего, и Он творит все, что хочет на небе и на земле, и теперь смотри, когда ты послушен Ему, тогда Бог творит то, что Он хочет, независимо от того, что ты хочешь, если ты себя подчинил Ему, Он будет прославлен, если ты пытаешься методами, формулами, верой исцелить больного, ничего у тебя не получится, потому что тогда тебе Бог не надо, мы тогда мирских людей, знаете, вот менеджеров есть такие, которые верят в свой товар больше, чем в Бога, вот ты Ему просто принципы расскажешь, и у Него все будет получаться, и они, знаете, что сделают, они скажут, вау, у меня, я целитель, я там экстрасенс, я там еще кто-то, они не воздадут Богу славу, поэтому Бог через них и не проявляется, и вот здесь вот секрет, потому что Бог проявляется и там, где Ему воздадут славу, потому что славу Он свою не передаст иному, и где-то в пророках сказано, проклят всяк, надеющийся на человека, и человека, делающий своей опорой, неважно, это человек, пастырь, епископ, или еще кто-то, или это ты сам, если ты свою плоть делаешь опорой, ты под проклятием, когда ты в Боге, Бог решает, что Ему делать, Бог решает, когда Ему делать, Бог знает, что Ему нужно делать, и я тебе прочитаю буквально несколько строчек из пробуждения в Уэльсе, 1904 год, когда Бог совершает действия, Он не ищет себе умудренных и достаточно образованных помощников, Он ищет тех, кто всецело предан и смирен, этого достаточно для того, чтобы следовать за Ним, у Уэльсе Господь продемонстрировал, что, когда Он находит такой сосуд, тогда нет предела тому, что Он может сделать через него, Немногим удавалось найти разницу между быть использованным Богом и попыткой использовать Бога. И в тот момент, когда человек пытается пользоваться Богом, использовать Бога, Бог отходит в сторону, и тогда человеку нужно еще больше приложить своих усилий, ему кажется, ему мало веры, ему кажется, ему еще тут качнуть надо, еще вот здесь, не здесь ему нужно, а смириться ему нужно. Поэтому вся сила, которую мы прилагаем, она больше не для того, чтобы Бога заставить что-то сделать, а для того, чтобы себя заставить что-то не делать. Нам нужно заставить, потому потому что по движению и скорости твоей плоти надо на все стоп-краны рвать, во всех вагонах по два стоп-крана просто рвать, потому что плоть, она не может проявить его славу, плоть не может явить славу Божью. И когда мы говорим о вере, что есть вера, кто скажет определение веры? Осуществление ожидаемого и уверенность невидима. Так вот, многие осуществители, я сегодня к вам обращаюсь, читайте всю главу, ты не можешь своими силами и своей верой осуществить то, что Бог хочет сделать. Ты можешь быть сотрудником, соработником, потому что Бог ищет себе соработников, Он ищет себе делателей, но не те, которые своей верой что-то делают, а верой Божьей что-то могут сделать. И теперь смотри разница, там по-моему шестой стих, открой пожалуйста, там где а без веры угодить Богу невозможно. 11.6 с евреем, да. Это я первый читал. А без веры угодить Богу невозможно. Скажи, без веры угодить Богу невозможно. Хочешь угодить Богу? Без веры это невозможно. Но под словом вера у всех людей здесь присутствующих свои понимания. И в этом проблема. А без веры угодить Богу невозможно, потому что надо чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. не веровал в то, что ты сможешь гору передвинуть и больного исцелить. Ты должен верить в Бога. Смотрите, другими, расширенным языком Павла я тебе скажу. Галатам 2.20 И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего. Прочитаю в другом переводе. И уже не я, но Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле, понимаешь, слово плоть, оно неправильно показывает, потому что для нас плоть это греховная натура человека. На самом деле Павел пишет о теле. А кто из нас еще в теле живет? О, значит вы должны понять, смотрите, вы должны понять, пока ты находишься в этом теле, пока ты находишься в этом теле, он говорит, моя жизнь в этом теле, это жизнь верой в Сына Божьего. Ты понимаешь разницу веры? Разница огромная, колоссальная между тем, что есть твоя вера во что-то, я смогу это, я смогу то, я смогу то, это твоя вера, я смогу, я могу, я верующий, я царь, я там царевич, я там королевич, у меня все получится, да, я все могу, в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе, я все могу. Знаете, вот эти вот моменты, они тебя ловят в капкан человеческой веры, это вера ограниченная, она лишь действует тогда, когда Бог тебе сказал это сделать, она сработала, и ты в капкане, и завтра ты пытаешься тоже молитвой сделать то же самое, а результата нет, а результат другой, но если твоя вера, когда ты находишься еще в теле, вот когда будешь без тела, можешь искать для себя другие оправдания, у тебя будет другое измерение, вот пока ты в теле, запомни раз и навсегда, твоя вера, это вера в Сына Божьего, другой веры не должно быть в тебе, другая вера, она лишь моментальная, она приходит от Бога для чего-то, ты ее использовал, и все, и отстал, и убрался отсюда, пока она тебя не захватила, пока ты не создал идола, пока ты не создал служение, мы служение исцеления, а мы служение освобождения, а мы люди по каким-то принципам раз, и они создают идолов, ты понимаешь, вера в Сына Божьего, вера в Сына Божьего, вот основание твоей жизни, в теле, только веры, поэтому праведной верой жив будет, когда, сейчас, сейчас, и постоянно, пока я живу в теле, мне нужна эта вера в Сына, когда я буду на небе, я расслаблюсь, я расслаблюсь, и не буду верить, как, ты не будешь верить, когда ты будешь на небе, не буду, я буду с Ним, я буду в полноте Его присутствия, где все во всем Бог, где не нужно солнце, только Он светит, где нету никаких болезней, проблем, клеветы, распри, то есть, все, что есть здесь на земле, на небе нету, и там вера не нужна, там все уже давно знают, кто есть кто, нам вера нужна здесь, на земле, дорогие, нам вера нужна здесь, мы не можем без веры жить, мы не можем без веры служить, тем более, мы не можем без веры угодить Богу, кто-то хочет угодить. А он пытается, знаете, что делать? Принципами. Божьими принципами, соблюдая Божьи принципы, пытается угодить. Это религия. Это мертвая религия. У них один раз получилось, и они эти принципы и на детей, и на внуков, и на поколения и отстаивают предание своей веры. Старцев, да. И старец. Хватает. Особенно старец. Кто активнее, тот и отстаивает. Что нам нужно? Вера. Вера в Сына Божьего. Апостолы ходили. Через их руки Бог совершал. Смотрите, что одно из самых первых чудес, которое произошло в третьей главе книги Деяний. Третья глава. Петр и Иоанн идут в храм помолиться. Видят хромого от рождения человека. Они посмотрели на него, а тот посмотрел на тех, и он ждал, сколько они могут дать ему денег. о какой вере здесь говорится. Да, да, где-то там в Деяниях дальше мы читаем, был тоже хромой, и он посмотрел, Павел увидел веру. Он говорит, да, не ходи. Но здесь о какой вере говорится? Дай денег. И мы читаем одиннадцатый стих, что же потом произошло, когда он исцелился. Одиннадцатый стих. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор. Всем хотелось посмотреть, что же произошло. Чудо произошло. Теперь смотри, притвор Соломонов, называемый Соломонов, и двенадцатый стих. Увидев это, Петр сказал народу. И здесь будь внимателен. Слова апостола очень много значат. Тем более того, кто совершал такие чудеса. Слушай внимательно. Слушай. Увидев это, Петр сказал народу. Мужи израильские, что вы дивитесь ему? Что смотрите на нас? Как будто мы своею силою или благочестием сделали то. Ты понимаешь? Очень многие служители пытаются своей силой сделать. И в этом ловушка и очередной капкан. Многие служители пытаются своим благочестием. У меня же сан служителя. На меня руки возложили пред всеми. Елеем помазали. Я теперь имею право за больных молиться, там бесов изгонять. Знаете, и вот такая благочестивая вот жизнь типа дает право. Никакого права она не дает. Каждый перед Богом за себя даст отчет. Как тот, который не служит, точно так же, как тот, который служит. Просто на ковер все приходят. Не, мы же перешли смертью в жизнь. На суд Христов, дорогой, ты придешь. И знаете, что ты дашь? Отчет. Что ты делал, живя где? В теле. А как ты должен жить в теле? Верой в Иисуса Христа. Это откровение сегодня оказывается. Оказывается, это простые вещи, но они фундаментальные. И теперь смотри, как будто мы своею силой или благочестием сделали то, что Он ходит. Шестнадцатый ключ. И мне это нравится. И ради веры во имя Его. Кто верил? Петр верил. Иоанн верил. Но какая это была вера, дорогие? Сейчас я больного исцелю. Нет. А вот и нет. У нас разное представление веры. У апостолов свое. У нас продвинутых харизматов свое. Верой мы сдвинем даже горы. Во Христе я все смогу. И знаешь, половина церкви может тужиться, 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 тужиться. Все смогу, горы сдвину, и тут ходит с насморком. Да сопли подтяни во имя Иисуса. А потом горы будешь двигать и петь песни. верой. Я сдвину даже горы. Знаете, это вера человеческая, рожденная по плоти. А все, что рожденное от плоти, есть плоть. В рифму сказано, спето, но нельзя это все осуществить. Поэтому евреям 11 глава, 1 стих для осуществления ожидаемого не получилось у тебя. И ты такой, ну сейчас не получилось, завтра может получиться. Я буду качать веру. Я буду качать четвертое измерение. Я буду визуализировать, представлять, обклеивать свою комнату. Да нет ничего плохого в том, что если Бог тебе показывает, и ты это исповедуешь, сердцем веру, ты устами исповедуешь, ты принимаешь, и это происходит. Плохо в том, что многие переходят эту грань, не замечая даже границы. Где по плоти ты веришь, а где по духу. Потому что от духа, знаете, оно все должно происходить по духу. И теперь дальше, смотри. Давайте сначала, 16 стих. И ради веры во имя его, и имя его укрепилось его. Чье имя укрепило Хромова? Иисуса. Ради веры в Иисуса это все произошло. Ради веры в Него Хромой был исцелен, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него. Ты понимаешь? Это разные веры, оказывается. совершенно разные, кардинально противоположные, радикально, как там, диагонально противоположные, диаметрально, вот аминь, куча синонимов. Это противоположности всей нашей человеческой веры, потому что это вера от Него. И вот тогда, когда будет приходить вера от Него, тогда, когда ты веришь в Него, тогда будет приходить вера от Него. Ты понимаешь? Это вера от Него приходит, когда ты веришь в Него. И когда приходит эта вера, тогда ты веришь, что Бог может все, что Бог исцеляет больных, что Бог воскрешает мертвых, что Бог изгоняет бесов через твои руки, через твои уста, потому что ты являешься этим проводником. И тогда эта схема начинает работать, тогда, когда ты не зацикливаешься на себе и на своей вере, тогда, когда ты веришь в Него, в любом случае, любые молитвы, они должны быть сконцентрированы только на Нем. И больше тебе не нужно ничего. Вера в Него, вера в великого Бога, вера всемогущего Бога, вера в Бога, который может все. Это Бог. И мы должны поддаться этому Божьему движению. Мы должны поддаться, мы должны смириться, мы должны быть пойманными в Его движение веры, исходящее от Него, а не от нас самих. Ты не можешь верить. По природе ты не можешь. Никто не придет ко мне, если Отец не привлечет. Если Дух Святой не позовет, ты не откликнешься. Никакой твой сосед или друг не затянет тебя к Богу. Он может затянуть тебя там в здание, где церковь собирается, вытолкнуть тебя плечом на сцену покаяться, но никто тебя не затолкает в атмосферу Бога, потому что это только ты можешь сделать сам. И точно так же ты действуешь дальше. Точно так же ты живешь дальше только верой. Только верой в Сына Божьего. Только верой в то, что Бог делает. Все, что Он хочет. Все, что когда Он хочет. Потому что Он Бог. Потому что Он Бог. Не надо это забывать. И когда мы понимаем эти вещи, для нас все становится на свои места. Во-первых, Бог. Во-вторых, Его проявление и присутствие. В-третьих, как Он захочет через свое проявление действовать через каждого из нас. И в-четвертых, это результат. Вся слава отдается только Ему. И ты уже не скажешь. Видите, Петр, он мог сказать, вау, у меня получилось. Он говорит, это не я. Что вы удивляете? Знаете, почему они удивлялись? Никто так не служил. Никто так не помогал людям. И в каком-то месте Павлу начали поклоняться, как Богу. Начали жертву тянуть, рогатую там. В жертву кого-то приносить, для того, чтобы почтить богов, пришедших в человеческом теле. Говорит, что вы делаете? Вы что, безумные? Успокойтесь. Я всего лишь человек. Вы видите эти вещи? Это то, что нам мешает. Есть его принципы. Да и аминь. Но они второстепенные. Найди отношение с Ним. Найди отношение с Ним. Это так важно. Без этого мы не можем жить. Вот почему без меня не можете делать ничего, Иисус говорит. Ты не можешь ничего. Даже если выучишь. Ты не можешь. Без Него. Потому что не ты делаешь, а Он через тебя. Уже не я живу, а Он живет. А что я дальше делаю? Я живу в теле, верой в Бога. И все. Дорогие, все. Скажу. Так.